Следующий урок это разбор книги Вопросы и ответы для детей, но которые важно знать и взрослым В этой книге мы с вами дошли до вопроса под номером Последний вопрос мы разобрали 34 О чем там спрашивалось? Сколько намазов совершает мусульманин? В день и сколько ракат в каждом из них В 35 вопросе спрашивается Мы сначала сказали о важности намаза О том, что ни в коем случае нельзя оставлять намаз Что некоторые сказали, что тот, кто не совершает намаз даже не мусульманин Не считается мусульманин, так ведь? И как на это указывают хадисы пророка саллиллаху алейхи вассаллина Об этом также мы говорили Затем упоминали некоторые вопросы намаза и следующий вопрос 35 Так, шейх говорит, автор этой книги, кто помнит как зовут его? Он говорит А какие условия у намаза? Шурут от слова шарт Шарт, то есть условия Кто знает, что такое условия? Условия это то, без чего вещь не осуществится Допустим, я говорю Если ты мне дашь книгу Я дам тебе планшет Теперь скажите мне А если он не даст ему книгу? Он ему планшет даст? Нет, потому что он поставил условие Он поставил условие Если ты мне дашь книгу То я тебе дам планшет Значит, если он ему книгу не даст То планшета не получит Потому что это был шарт Это было его условие, так ведь? Вот точно так же У намаза есть условия Если ты их не сделаешь То намаза не будет Намаз не будет принят Намаз не будет считаться Если ты не выполнишь эти условия И сколько этих условий кто знает? Запомните Шуруту саляти тисса Девять Этих условий сколько? Девять И ученые их перечисляют Если вас спросят Ма шуруту саля Вы должны ответить Аль исламу Валь аклю Ваттамьизу Варафу валь хадас И так далее, и так далее И перечислить все девять Их нужно знать Сегодня мы узнаем просто о них Что это за условия Что это за девять вещей Если хотя бы одну из них пропустить Или если одной из них не будет Значит хоть ты пять намазов Хоть ты десять намазов читай Хоть ты двадцать намазов читай Считай, что ты прочитал ровно сколько намазов? Ноль Почему? Не соблюдены условия Отсутствовали что по-арабски? Если джама Шурут Отсутствовали шурут Даже если будет отсутствовать хотя бы один муслим Шарт Даже если будет отсутствовать хотя бы один шарт То намаз Намаз по-арабски Айша Суалят Суалят Тепт Или же баат Или Недействительно Аннулируется Ноль Без палочки А не намаз Что это за условия? Что должно быть? Во-первых Человек должен быть мусульманином Есть люди других религий Например Каких? Неверующие люди Каких религий? Неверующие разные бывают Христиане бывают В церковь ходят Если христианин Скажет Я хочу намаз совершить Мы скажем Ты принял ислам? Нет Я не принял ислам Я не мусульманин Я христианин Просто я хочу с тобой совершить намаз И совершить намаз Его намаз принят? Нет Намаз принимается только от От верующих Или от мусульман Поэтому первое условие Аль-Ислам Человек должен быть мусульм Мусульманин Не просто имя у него должно быть мусульм А он сам должен быть муслим, так ведь? Сам должен быть мусульманином. Аллах говорит, «В тот день мы посмотрим на их дела, которые они совершали, и превратим их в пыль рассеянную». То есть не будет приняты их дела, они будут как пыль. Речь о ком? О неверующих людях. Даже если они какие-то дела совершали, нет им цены, грош цена этим делам. Потому что если ты хочешь, чтобы твои хорошие дела были приняты у Аллаха, ты должен сначала сделать самое большое, великое, хорошее дело, это принять ислам. Поэтому первый шарт принятия намаза это ислам, чтобы человек был мусульманином. Аллах принимает только мусульман. Второе. Если не мусульманин совершит намаз, принят? Нет. Аль-исламу валь-ақл. Кто знает, что такое аль-ақл? Ум или разум. Человек должен быть разумным. А что значит неразумный? Некоторые люди болеют, больные. Аллах лишил их разума. Он не понимает то, что он делает. Даже бывают взрослые люди, но Аллах испытал их такой болезнью, они не понимают то, что они совершают. Они могут вести себя как дети. Они могут делать какие-то необъяснимые поступки. Потому что Аллах лишил их разума. Вот такие люди есть, больные люди. Аллах лишил их разума. Вот если такой человек неразумный совершает намаз, у него принимается? Нет, не принимается. Намаз только у разумных принимается. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, поднято перо от трех категорий людей. То есть три категории людей, которым не записываются дела. Не записываются их дела. Это спящий человек, пока он не проснется. Ребенок, пока не станет совершеннолетним. И что? И неразумный человек, который лишен разума, пока он не придет в себя. Или бывает человек сам себя лишает разума, как употреблением спиртных напитков или наркотиков. Наркотики или спиртные напитки дозволены? Это халяль? А что? Харам. Аллах запретил. Бывают некоторые люди, грешники, прибегают к этому. Делают этот харам. Либо выпивают спиртное, либо используют какие-то наркотические средства. А это помимо того, что записывается им грех, это еще и лишает их разума. Они становятся как животные. Они не понимают то, что они делают, не понимают то, что они говорят, не понимают, как скверно они себя ведут в этот момент. Если человек пьян, то есть опьянел после употребления спиртных напитков, и он не понимает то, что он совершает, и хочет совершить намаз, намаз человека такого принят? Нет. Потому что у него отсутствует шарт какой? Акль. У него отсутствует шарт Акль. Первый шарт это был? Ислам. Второй шарт? Акль. Третий шарт? Тамьиз. Что значит тамьиз? Человек должен понимать и различать, что такое хорошо, что такое плохо. Ученые говорят тамьиз, то есть он должен достичь такого возраста, когда он уже понимает. Вот если маленький ребенок, допустим, лежит, Ибрахим, здесь рядом, он будет понимать то, что мы говорим? Нет. Если мы возьмем Ибрахима с собой, и вот так поставим его, и он будет делать поясной поклон, потом вставать, потом земной поклон, мы скажем, Машаллах, Ибрахим, пусть Аллах примет твой намаз. Правильно? Примет Аллах? Не примет. Почему? Он не достиг возраста тамьиз. Хуаля юмейиз. Аслан. Так ведь? Он не различает еще, он не понимает. Он не достиг возраста тамьиз. Чтобы у человека намаз начал приниматься, он должен быть возраста тамьиз. 6-7 лет, может быть, примерно вот так. Затем уже, если он совершает намаз, у него намаз уже принимается от Всевышнего Аллаха. Понятно? То есть от маленьких. Как назывался этот шарт? Тамьиз. Что значит тамьиз? Майеза юмайизу. Отличать, различать. То есть, когда человек начинает понимать, отличать, различать. Кто, что, что такое хорошо, что такое плохо. Понятно? Хорошо. Четвертое условие. Четвертое условие, это у нас Раф Уль Хадас. Человек должен быть в очищении. Человек должен быть очищенным. Раф Уль Хадас. Что это значит? Раф Уль Хадас. Что значит чистым должен быть? Просто умытый, помытый и все? Что перед намазом мы делаем? Вот. То есть очиститься значит взять тахарат. Если человек не взял тахарат, его намаз не принимается. Хорошо. Если человек с утра взял тахарат, сколько он может читать намаз? День целый может читать намаз. Или может быть неделю. Раз в неделю тахарат он должен брать. Или раз в месяц. Или если он раз в год тахарат, один раз в год взял, целый год может намазы читать. Сколько? Пока этот тахарат у него не испортится. А как, допустим, может испортиться тахарат? Если он в туалет сходил, так ведь? Допустим, человек взял тахарат и сходил в туалет. Все, тахарата уже нету снова. Если ты хочешь совершить намаз, ты должен снова что сделать? Амина. Взять тахарат, снова должен взять тахарат, так ведь? И вещей, которые портят тахарат, это не одна вещь, разная. Сходил в туалет, так же и тахарат портит, знаете что? Если человек ищет другое, поел мясо верблюда. Если поел мясо верблюда, верблюжатину, мясо же разных видов бывает, так ведь? Какие виды мясо ел, Тимур? Лошадиная, хорошо уважила наших братьев-казахов. Лошадиная, первым сказала еще. Индюшатину, есть мясо еще. Айша? Рагу или рыбу? Рыба, ну хорошо засчитана. Баранина, муса. Верблюда ел? Машалат, ты? Курицу ела? Баранину сказали? Сказали, что еще? Варана, никто не ел варана. Голубя тоже никто не ел. А можно? Можно? Можно. Хорошо. Если Амина поела курицу, Ханиф поел рыбу, Муса поел утку, Муслим поел верблюжатину. Айша поела у нас конину, само собой. Ты барана поела, Тимур поел корову. Целую корову сможешь есть? Нет, просто шашлык поел из коровы. Теперь вопрос, кто должен... У всех был тахарат. У всех был тахарат. Все поели, решили совершить намаз. Говорим, давайте совершим намаз. И здесь вопрос, кто должен взять тахарат? Только Муслим. Потому что он ел мясо верблюда. Когда пророка, саллиллаху алейхи вассалям, спросили, нужно ли нам брать тахарат, если мы поели мясо верблюда, он сказал да. Да, потому что в этом есть какая-то часть шайтана, сказал верблюде. То есть Муслим перед тем, как совершить намаз, должен взять тахарат, потому что его тахарат испортился. Значит, перед тем, как читать намаз, должен быть что? Ат-тахара. Что такое тахара? Вуду. Вуду, тахарат. Человек должен взять тахарат. Если он испортился, должен взять его? Снова. Ла якбалю Аллаху салата ахадикум. Иза ахдаса, хатта я таваду. Сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Не примет Аллах намаз одного из вас, если он испортил свой тахарат до тех пор, пока он снова его не возьмет. Мафхум? Значит, мы сказали, какие шуруты у саля, чтобы намаз был принят. Первый – Аль-Ислам. Второй – Аль-Акль. Третий – Там-Из. Наам, Там-Из. И четвертый? Только что сказали. Ат-тахара. Ат-тахара. Также пятый столб, условия в намазе – Духу лил-Вакт. Должно зайти время, совершить намаз в должное время, в нужное время. Духу лил-Вакт, то есть должно зайти время. Если мы проснулись в 4 утра или в 5 утра, и говорим, я хочу совершить айша, 4 ракаат. Встал и совершил 4 ракаат айша в 5 утра. Принят? А если он тахарат взял? А если он разумный, мусульманин, тахарат взял и так далее? Принят? Почему не принят? Не понимаю. Потому что не вовремя. Намаз принимается только если он совершен вовремя. У каждого намаза свое время. Утренний намаз в утреннее время. Дневной намаз – Зухр, который состоит из калькира-каат, муслим. Из 4 днём совершается хаср, после обеденной, который состоит из калькира-каат, амин. Хаср. Из 4 ракаат совершается после обед. Вечерний – Магреб, из калькира-каат, Тимур. Из 3 ракаат вечером совершается. И последний айша, который состоит из кальки, ханиф, из 4 ракаат, совершается ночью. уже так ведь, когда уже полностью потемнело из четырёх ракаат. Если эти времена не настали ещё, то намаз не будет принят, если ты не в своё время его читаешь. Так ведь? Некоторые люди говорят, я целый день намаз не буду читать, а потом вечером все пять прочитаю. Получается, ты все пять намазов прочитаешь во время Айша. Так можно? Нет. Нет. Будут приняты такие. Да, один, может быть, будет принят, который в своё время. Так ведь? А остальные четыре. Потому что что? Он упустил шарт. Так ведь? Какой шарт упустил? Пятый. Пятый. Как он называется? Наступление времени. Духуль. Аль-Вакт. Духуль-Аль-Вакт. Он упустил пятый шарт. Духуль-Аль-Вакт. Есть ещё какие-то шарты? Шурут. Есть ещё шуруты, чтобы намаз считался правильным? Есть или нет? Нет. Почему вы думаете, что есть? Потому что в самом начале мы сказали, что их? Девять. Девять. Шуруту-с-саля кам? Тис-са. Ва-закарна кам? Хамса. Ва-назид? Арба. Арба, таба. Аш-шартус-садис. Шестой условие. Какое? Истикбал-аль-кибля. Что это значит? Это направление кибли. Направиться кибли. Когда мусульманин совершает намаз, он совершает в любую сторону, в которую захочет? Нет. Куда хочешь крутись, там и... правильно? Нет. А куда? Нет. Он должен посмотреть направление кибли, направление Мекки. Направление туда должен совершать намаз в сторону Ка'бы. Так ведь, в сторону Ка'бы направление это называется Кибля. Истикбал-аль-кибля. То есть направиться к Кибле должен. Где бы он ни был. На севере, на юге, на западе, на востоке. Если ты хочешь совершить намаз и хочешь, чтобы он у тебя был макбуля. Салям, макбуля была. Что у нас макбуля? Принято. Если твой намаз ты хочешь, чтобы был принят, то тогда ты должен направиться в сторону Кыблы. В сторону Кыблы. На. Это какой был шарт? Хорошо. Шестой. Седьмой шарт. И залит он на джаса. Ты должен убрать нечистоты. Есть ли вдруг в твоей одежде? Или на том месте, где ты читаешь намаз? Или на твоем теле есть какая-то грязь? Под грязью имеется в виду на джаса, нечистота. Может быть кал или моча, что-нибудь такое. Это не значит пыль, допустим. Кто-то скажет пыльно. Нет, пыль это не считается на джаса. Это не считается на джаса. То, что считается на джаса. Допустим, кал или моча, или что-то такое. Если вдруг по какой-то причине это задело твою одежду и попало на твою одежду, или на твое тело, или на то место, где ты будешь читать намаз, надо это убрать, почистить перед намазом. А в хом? Это называется, шарт называется иза ля туннаджаса. Наджаса, то есть какое-то что-то скверное, что-то противное, неприятное, грязное. Грязь туда не относится, с пыль туда не относится. Туда относятся именно вот такие вещи, как моча, кал и тому подобное. Более подробно, иншалла, будем об этом говорить. Но если это что-то есть, то это нужно убрать, удалить, сделать иза ля. Иза ля, то есть рафа, убрать это. Иза ля туннаджаса. Убрать наджасу. Хорошо, это был какой столб? Седьмой, а саби, а шарту саби, а шарту саби, а шарту самин. Какой? Сатру ля аура. Как? Закрыть аура, сатр сделать. То есть закрыть, прикрыть свой аура, если человек захочет обнаженным, раздетым, голым намаз читать. Нет, его намаз не принят. Если у него висят одежда. Много одежды, по две одежды есть? Алхамду ля, больше есть. Хвала Аллаху за это. Хвала Аллаху, больше есть. Если у тебя есть одежда, а ты решил читать намаз вот так, раздетым, будет такой намаз человека принят? Нет. Нет, потому что он не соблел, что? Шарт. Что значит шарт? Он пропустил шарт. Что значит шарт? Ус. Условие. Какое условие? Седьмое, восьмое. А это сатру ля аура. Что значит сатру ля аура? Закрыть аура. Он не закрыл свою аура. Не закрыл свою аура. То есть, женщина не покрылась. Мужчина в намазе, какой у него аура? Так же. От колена до пупка и еще что? Что-то сверху должно быть. Плечи так же у него должны быть закрыты. В намазе. У мужчины плечи так же должны быть закрыты. Если он этого не сделал, то его намаз не принимается. То его намаз не принимается. Шартут тэся. Последнее условие. Правильно, какое? Аммия. Когда человек встает на намаз, он должен намереваться совершить намаз. А не просто поиграться. Представляете, кто-то играется. Допустим, у кого-то есть братишка. Сестренка. И они играют. Говорят, давай будем играть. Я сейчас как будто бы совершу намаз. Он говорит, как будто бы совершу намаз. И встает, говорит, Аллаху Акбар. Читает Фатиху. Делает руку. Делает два саджда. Потом снова встает. И так далее. Поиграли они. Затем четырракат он прочитал вечером. Вот так, играясь. Затем выходит мама и говорит. Амина, ты совершила, Айша? Амина говорит, да. Я когда показывала Ибрахиму, как читать намаз, когда мы игрались. Я там как раз четырракат сделала. Засчитана или нет? Нет. Почему? Потому что она не совершала намаз. У нее не было намерения совершить намаз. А какое намерение у нее было, муслим? Поиграться. Показать брату, как читают намаз. Просто показать. Обучить, может быть, кого-то. Или просто поиграться во время игры, показать намаз. Вот какое намерение было. Но не было намерения, то есть, серьезно встать и совершить Аллаху поклонение. Такого намерения не было. Так ведь? Поэтому такой намаз не принят. Надо перечитать. Сделать четыре ракаат, если это Айша. Но с намерением совершить их ради Аллаха, выполняя приказ Аллаха. Значит, последнее условие это НИЯ. Что значит НИЯ? Намерение. А кто знает множественное число слова НИЯ? Джам'а. Какое условие НИЯ? Аннавая есть. Аннавая. Еще другой? НИЯТ. НИЯ? Джам'а НИЯТ. Кто знает хадис, в котором упоминается это слово? Слово НИЯТ. Иннамал Амалю бин НИЯТ. Воистину дела оцениваются по намерению. Если ты намеревался совершить намаз действительно, Фаджир, Зухр, Аср, Магриб или Айша, то тебе засчитывается. Он считается, если ты намеревался совершить намаз. Если ты просто игрался или показывал, или сделал все те же движения, как в намазе, и все те же слова говорил, как в намазе, но намерения у тебя не было совершить намаз. Ведь намаз это АТААББУДУЛИЛЛЯХИ БИ АКВАЛИН УАФАЛИН МАХСУСА. Так ведь? Которое начинается с Тагбира и заканчивается Таслимом. Даже если ты все это сделал, но намерения у тебя не было, то не принимается. Принимается намаз только если выполнены все условия. Все сколько? Девять. Девять условий. Например, какие условия? Что нужно, чтобы намаз был принят, Тимур? Обязательно должен быть что? Как? Тахарат. Еще? Ислям. Еще? Акль. Три пока. Еще? Тимур, еще что должно быть? Вспоминай. Сатруль Аура. Закрытие Ауры еще. Быть в Тахарате сказали или нет? Сказали еще? По-арабски? Духулю Луакт. Пятое. Принято. Еще четыре. Что еще надо, чтобы намаз был принят? На что надо внимание обратить? Что Кыбля? Чтобы у тебя брелок с Кыблой в кармане был с Каблой или что? Нет. Это не так. Как это по-арабски? Как, как, как? Истикбаль должен быть. Истикбаль. Кыбля должно быть. Шестое. Седьмое. Сказал это уже муслим. Что пропустили? Если вдруг на одежде или на... Наджаса, что нужно взять? Наджасу надо взять. Или наоборот убрать. Как будет убрать Наджасу? Убрать или избавиться? Нет, не гасль. Изаля. Потому что не всегда ты убираешь Наджасу посредством мытья. Иногда, если ты сильно-сильно потрешь, она уйдет все. Не останется у нее следа. Главное не отмыть, а изаля. Убрать, избавиться от Наджасы. Сделать так, чтобы ее не стало. Не важно как. Не обязательно мыть. Есть какие-то средства, порошки, которые убирают. Мафхум? Изаля тун Наджаса. Это какой седьмой? И остается что у нас? Что у нас в сердце? Место чему в сердце? И не произносим мы перед намазом, я намереваюсь совершить намаз. Как некоторые бедачки это делают. Что это? Что они произносят слух? Как? Ради Аллаха. Это что? Что это ради Аллаха сделать? Как это называется? Намерение. 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 А по-арабски? Ну ладно, множественное число скажите. Да. Ну хорошо, единственное число скажи. Май. Ан-ни-я. Ан-ни-я. Множественное? Ан-ни-я. Ан-ни-я. Джамуан Асталим. Ан-ни-я. Инна маль амалю? Бин-ни-я. Бин-ни-я. Но есть такая ревая тоже. Бин-ни-я. Тоже есть ревая. Инна маль амалю бин-ни-я. Такой хадис тоже есть. Наам. Последнее что? Забыли. Как? Там-из. Забыли там-из. Чтобы человек был. Возраст различия он был. Чтобы маленьким ребеночком не был. Который ничего не понимает. От такого намаз не принимается. Если все эти условия. Которых сколько? Девять. Все они есть. Все они соблюдены. То тогда намаз человека принят. Если же хоть хотя бы одно условие отсутствует. То намаз человека. Ба-ат-ыль. Салятуху ба-ат-ыля. Так ведь? Не принимается намаз такого. Субханакаллахума бихамдик. Ашкадан. Ла-илахи илла ант. Стоххируху ба-тубу илеку. Чазакумулаххайр. И все Johnson кXs. Продолжение следует...